Привет, друзья! Если вы добавляли друзей ВКонтакте, то, наверное, обратили внимание, что много из аватарок с микрофоном, и все в таких позах что-то говорят. Ну, не могут быть все ведущими, наверное, хотят привлечь внимание. Специально для них сегодняшняя посылка – это микрофон беспроводной от фирмы FIFINE. FIFINE или FIFINE. Ну, главное, чтобы оказался FINE, а не FI. Вообще, эта контора выпускает достаточно качественные и при этом бюджетные микрофоны, поэтому я думаю, что все у нас с качеством должно быть неплохо. Пришел в такой коробочке. Я его уже распаковывал. В комплектации идет такая непонятная штука, но я покажу, для чего она. Больше она никуда не подходит. Одевается на микрофон. Для чего – не знаю. Возможно, чтобы использовать это при креплении. Ну, соответственно, сам микрофон. Достаточно туго снимается. На котором есть одна кнопочка. Включение, выключение и индикатор. На индикаторе будет, когда мы поставим батарейки, какой канал. Потому что можно подключать к источнику несколько микрофонов. Соответственно, инструкция. Инструкция вся на английском языке. Ну, достаточно на простом. Хорошая полиграфия. Все пошагово написано. Как подключать и что делать. Такая бумажка рекламная. Непонятно для чего. Ну, собственно, и все. Передающее устройство. Ну, или как оно называется, я не знаю. Вот с таким джеком широким. Немаленьким. Трех с половиной миллиметровым. Поэтому в телефон вставить его нельзя. Небольшая антенна. И отсек. Где он? Вот отсек для батареек. Батарейки размера 3А. Давайте сразу их поставим. И кнопка включения-выключения. Вот она загорелась зеленым. Пока выключим. Перейдем к микрофону. Открутим батарейный отсек. Здесь уже две батарейки размера 2А. Тоже их ставим. И здесь виден канал. Канал 1. То есть микрофон у нас один. Другого нету. Кстати, в батарейном отсеке есть кнопочка для переключения каналов. Чтобы здесь была индикация 2-й, 3-й микрофон. Но микрофон у нас один. Поэтому переключать нам некуда. К сожалению, никакого микшера у меня нету. Чтобы подключить микшер и сделать запись. Но зато у меня есть музыкальный центр с таким входом. А также старые караоке. Через которых мы попробуем подключить. И посмотреть на дальность связи и на качество голоса. Ну что ж. Вот он мой музыкальный центр. Который, наверное, имеет возраст лет 10. Не включался очень давно. Как и телевизор, который стоит выше него. Я нашел у себя старый микрофон. Но проводной. И два гнезда у музыкального центра. В один я включу проводной микрофон. А во второй я включу наш FIFINE. Включу музыкальный центр. И вовнутрь я поставил диск караоке. Подключил телевизор. И посмотрим, как он будет работать. Включаю микрофон. Затем включаю передающее устройство. Загорелось красным. Это значит, устройство сразу же поймало связь. Загорелось зеленым. А это значит, что батарейки севшие. Нужно поменять. Батарейки поменял. Включаю микрофон. И снова красный. Значит, все нормально. Колонки сильно фонят. Нужно их убрать куда-нибудь подальше от микрофона. Сначала говорим в один. Раз, два. Раз, два. Отлично слышно. Выключаем. Говорим во второй. Раз, два. Раз, два. Немножко тише. То есть, этот микрофон добавляет громкости. Певец из меня еще тот. Но попробуем что-то спеть первой попавшейся. Но пришла пора. Пришла пора. Ну, пить я совсем не умею. Поэтому проверю-ка я тайность микрофона. Пойду за две стенки. Даже третью на кухню. Отошел на пять метров. Зашел за две стенки. Зашел туда-другой. Пошел на балкон. Слышишь? Вот я сейчас. Раз, два, три, четыре. Ну, вот за стенкой. Десять, двенадцать метров вперед. Спокойно. Я слышу уже хрип. Ну, что же. Такой была сегодняшняя посылка. Спасибо, что досмотрели меня до конца. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. И нажмите на колокольчик. Я очень надеюсь, что наш канал будет развиваться. Это только благодаря вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.